Приветствую вас! Вы знаете, я бы для начала определился с тем, зачем вам вообще дети. Нет, ну, серьезно, зачем вам слова вообще дети, если вы боитесь, если вы явно накладываете какие-то ожидания на детей, если вы явно чего-то ждете от детей, если вы явно чего-то ожидаете от них, от детишек и детишек, если вам ребенок явно нужен для того, чтобы, ну, чтобы реализовать что-то свое, да, то есть, стремно реализовать, вот, какие-то свои желания, да, иначе откуда был ваш страх тогда бы возник, понимаете? То есть, тут вот я бы сказал, что нужно исследовать, нужно исследовать, что вообще... происходит между вами, между вами и мужем, и, собственно, зачем вам ребенок, как я уже сказал, вот. Потому что, если вы боитесь, что у ребенка будут проблемы, то вы меня извините, но это означает, что вы от ребенка чего-то ждете, в первую очередь. То есть, вы-то чего боитесь? Вас-то это как касается, что у ребенка психо... э, речевое развитие даже не психо, а речевое развитие. Подкорректировать, это можно подкорректировать, это не проблема. Но вы-то этого боитесь, и почему вы этого боитесь? Какие... Какие у этого основания? Вот. А основания могут быть только одни, на самом деле. Вот основания, да, по факту, основания могут быть только одни. Одно, одно, точнее, основание может быть. Одно основание может быть. Это основание, связанное непосредственно с тем, что вам нужно. Если вы хотите через ребенка, например, что-то кому-то доказать. Если вы хотите через ребенка что-то получить. Если вы планируете через ребенка самоутвердиться. Да. Если вы считаете, например, ну, например, я сейчас говорю исключительно только, например. Вот. Если вы считаете, что, допустим, что любовь, да, вот, любовь, какая бы она ни была, да, любовь должна быть, там, условной, да, что, ну, допустим, допустим, что безусловной любви не бывает. Вот. Понимаете? То есть тут вот исключительно, исключительно вот такая история, и связана она, эта история, исключительно с тем, чего вы сами для себя хотите. Хотите. Что вам самой для себя нужно, вам самой, для ребенка, собственно говоря, что нужно, да, и так далее. Вот. Тут только такой момент, тут только такой момент, исключительно, да. Вот. Ну, значит, со страхом нужно работать, со страхом нужно работать. То есть, я не знаю, может быть, вы не приняли до сих пор того, допустим, факта, что ваш муж бесплоден, что вы так хотите здорового ребенка. Для вас это прям вот так важно, чтобы ребенок был здоровым, что вы прям готовы на все ради этого. Ну, да. Ну, да. Опять, опять же, это очень, это очень такая история, это очень такая себе история просто. Вот. То есть, ваш страх, ваш страх, он совершенно очевидно, да, указывает на, ну, на наличие, на наличие у вас определенных проблем. Вот. Понимаете? И мне думается, что вот именно вам нужно, в первую очередь, свои проблемы разрешить уже, уже потом, уже дальше, после этого уже можно будет решать, усыновлять вам ребенка или нет. Потому что, ну, потому что, так или иначе, ребенку, любому ребенку, да, неважно кому и так далее, ребенку нужно, нужна гармоничная семья. Вот. Вот. А то, что вот вы описываете, да, это никак, значит, значит, гармонии, да, это никак назвать нельзя, к сожалению. Вот. Поэтому здесь я вот вижу ситуацию исключительно такой. Вот. Со страхами можно разобраться. Со страхами можно разобраться. Это не проблема. А вот дальше уже, вы сейчас, вы сейчас просто находитесь в... Ну, на самом деле, вы сейчас находитесь просто в очень не свободном выборе. То есть, вы не свободны в своем решении, потому что... страх, он вам, ну, не дает этого сделать. Он не дает вам принять адекватное решение в этой ситуации, потому что вы боитесь. Когда человек боится, он не может адекватно вообще как-то принимать решение и так далее. Это невозможно. Вот. Поэтому, сперва вам нужно избавиться от страха, да, а потом уже, я думаю, можно будет... Потом уже можно будет... Что-то делать. Вот. Мне кажется, так. Вот. Ну, и помните, помните, пожалуйста, помните, пожалуйста, такую вещь, что... Страх это наше желание. То есть, если, вот, вы чего-то боитесь, значит, очень вероятно, что вам чего-то хочется. Вот. Но этого чего-то вы... Как-то опасаетесь, этого чего-то вы... Как-то, может быть, может быть, эээ... Ну, может быть, да... Стыдитесь. Вот. Сейчас, если это так, то... Тут нужно, опять же... Эээ... Сперва... Эээ... Ваше желание раскрыть... 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 Уже... Эээ... Только... Потом... Как, когда вы будете удовлетворены, уже потом, после этого, только... Можно будет, эээ... Вам... Выстраивать... Эээ... Обначенные отношения с ребенком, да. Ну, опять же. Опять же. Опять же. Опять же. Потому что... Иначе вы ему ничего-ничего не дадите. Вот. Почему вы боитесь, что она будет отставать... Отставать в раз... В раз... В раз... Девочка? Ну, будет отставать в раз... И даже, если будет то... То что? Что в это... Что в этом... Страстного такого? Для вас? Вот, конкретно, лично, для вас, что в этом страстного? Такого? Мо... 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 Раскрыть... Эээ... за счёт ребёнка и, соответственно, вы бы справа их расчлили сами, а потом, может быть, уже и приняли бы решение. Да? Вот. То есть, например, решение такое. Почему именно этот ребёнок? Вот. То есть, почему именно ребёнок от этой женщины, ну вот, от этой женщины? Почему не от другой, любой другой? Там, например, да, от, допустим, ну, скажем, более здоровой женщины, более благополучной. Почему не воспользоваться услугами, там, матери, по-моему, срогатной или ещё как-то это называется, я уже сейчас точно не вспомню. Вот. Вариант? Вариант. Но вы этот момент тоже отказываетесь. От этого момента тоже отказываетесь. Чем обусловлен выбор ребёнка? Как бы здесь не было бы какого-то внутреннего конфликта вашего, вот, который вы, сами того не замечая, да, претворяете в жизни, вот, сейчас. Ну, опять же, опять же, да, опять же, я не знаю, как обстоят дела. Но упомянуть вам об этом стоит. Вот. То есть дело здесь совсем не в том, восстановить вам ребёнка ныне. Я думаю, что на данный момент восстановить ребёнка вам точно не стоит. Потому что ничего хорошего вы ребёнку не дадите сейчас. А будете вы его лишь стрессовать по поводу того, что ты должен учиться, ты должен, там, развиваться и так далее. Даже если ребёнок не хочет. Вот. И любой отказ ребёнка делать это, любой отказ, ну, будет вами восприниматься, возможно, очень негативно. Вот. Что снизит уровень как свободы для ребёнка в целом, так и, собственно, уровень вашего взаимодействия, опять же, с ребёнком. Вот. И по итогу ничего хорошего из этого не будет. Вот. Верно? Так что вот, вот вам так можно ответить на ваш вопрос. На этом всё. Сейчас я посмотрю, ничего ли я не забыл. Эээ, ничего ли я не забыл, когда отвечал на ваш вопрос. Так, у нас с супругом нет детей, уже 8 лет, мне 35, причина бесплодия мужа. А, как вы к этому относитесь? Какое у вас отношение к этому? Эээ, хотим взять ребёнка из детского дома. Хорошо. Что хотите ребёнка взять из детского дома, это хорошо. А как вы пришли к этому, вот к этой идее для ребёнка из детского дома? Ну, то есть, вы же, наверное, выбирали ребёнка как-то, да? Вы же, наверное, в апреле какой ребёнок подойдёт, какой не подойдёт, какой ребёнок. Ну, соответствует вашему вкусу, препочтению, какой нет. Вот чем руководствовались, опять же, выбирая именно этого ребёнка? Я хочу понять, я сейчас вас ни в коем случае не обвиняю ни в чём, я просто хочу понять. Я просто хочу понять, чем вы руководствовались. Вот. А, значит. Очень это важный момент. То есть, первое, да? Первое. Как вы пришли к идее для ребёнка из детского дома? Второе. Как вы выбирали ребёнка? Третье. Для чего вам ребёнок? То есть, чего вы от него ждёте? Специально поставил это на третье место, потому что, возможно, вы этого не поймёте, пока не разберёте первые два момента. Дальше. Так, ребёнку полтора года, её биомама, наша алкоголичка, видишь, гуляющая женщина, и что? У ребёнка на данном этапе развития ничего серьёзного, кроме задержки, ничего развития нет. А, видите, какая у вас постановка вопроса? Ничего серьёзного нет. Нет. А что должно быть? Как бы. То есть, вот, ну, ваша, ваша позиция здесь, она как-то уже, знаете, заведома, заведома. То есть, вы поймите, если вы выбираете ребёнка такого вот, у которого неблагополучная мама, да? Ну, неблагополучные родители. Вот. Это нормально, что у ребёнка что-то будет. Вот. Вот. Это ещё хорошо, что вот есть только задержки развития речевого. А, могло, могло, внешне самодельно могло не быть, не быть ничего, да? А, на самом деле скрыто довольно много. Вот. То есть, опять же, нет, как бы противоречивый, противоречивый, очень противоречивый выбор у вас. На мой взгляд. Дальше. Вот так. Во мне сидит страх, что она будет очень сильно отставать в умственном развитии. А почему вы этого так боитесь? Что для вас это значит? Вот. Ну, вот в принципе так. В принципе так. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Обращаю ваше внимание на то, что страх взятия из детского дома ребёнка это одно, а то, что вы боитесь, что она будет доставать в развитии, это другое. То есть, первое, это скорее страх ответственности и стереотипичность мышления, а во втором случае это скорее социально ориентированность. То есть, вы как бы социально ориентированность в плане, ну, в плане воспитания, может быть, в плане, там, какой-то вот позиции, да, то есть, а вот что она будет, что будет отставать от других, то есть, вот другие люди вас волнуют. Не личность моего ребёнка, да, а именно другие. И я ещё раз задаю вам вопрос. Я задаю вам ещё раз вопрос. Вы ребёнка хотите, чтобы что? Чтобы себя полноценной семьёй чувствовать или как? Так. Вы определитесь с этим как-то, потому что, потому что, ну, разные вещи. Вот. Ребёнок это не средство для того, чтобы через него доказывать, что у вас семья такая же, как у всех, ну, грубо говоря. Вот. Понимаете? Так что, не надо воспринимать ребёнка как средство, как средство для, собственно, достижения своих целей каких-то. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...